Ну что ж, уже гость из Поднебесной у нас в студии. Напомним, что это режиссер из телевизионной компании города Цин Хуандао. Зовут его Цин Хуэйбо. Здравствуйте, господин Цин. Здравствуйте. Доброе утро. Господин Цин, позвольте вам задать первый вопрос. Вы первый раз в России или в Благовещенске? Вы первый раз в России или в Благовещенске? Я не первый раз в России, я уже два раза в России. Это первый раз в Благовещенске, но уже бывал в России. Что вы уже бывали в Москве и Санкт-Петербурге? А вы приехали по собственному решению или вас друзья пригласили? Вы сегодня решили, что вы приехали в Благовещенске? Или у вас есть родственные друзья пригласили? У родственников пригласили меня. И мы еще есть объем для Благовещенске. Мы с Благовещенске, 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 Благовещенске. Это тоже важная информация. Мы с вами приехали. В этот раз было две причины, по которым я приехал, говорит господин Цин. Это, естественно, по приглашению друзей, чтобы с ним повидаться, обсудить какие-то дела, но и также поучаствовать в той самой российско-китайской выставке. Но он говорит о том, что это российско-китайская ярмарка между городом Бэйдэйхэ и городом Благовещенском. Но нам известно, что вы приехали не с пустыми руками, а привезли фильм о Бэйдэйхэ. Вот расскажите немножко поподробнее. Мы знаем, что вы для этого活動, вы для этого活動, вы для этого活動 можете сказать несколько слов? А, мы для этого活動, мы «Чин Хуандау Деяржи Тай»特е дарили一部記録. Его名字叫 «Чин Хуандау Чжинь». Эта фильм очень漂亮. Мы拍的,应该说, очень国際化. Я думаю, что в этой фильме сегодня播出, вы увидите, что мы «Чин Хуандау Деяржи Тай», мы «Бэйдэйхэ»漂亮, «Бэйдэйхэ»黄金海岸, «Санхай关的长城», 还有 «Чин Хуандау Деяржи Тай» и «Чин Хуандау Деяржи Тай». Это «Чин Хуандау Деяржи Тай» и «Чин Хуандау Деяржи Тай». Он говорит о том, что в этот раз взяли специальный фильм, который посвящен городу Чин Хуандау. Его красота, он называется «Удача города Чин Хуандау». И рассказывает о том, какие красивые туристические места. Сделано на уровне просто, говорит, мирового классно. Ём ёв шо-хва, ём ёв лидёши за ней, джейго дилу пьяна. Фильм рассказывает о красотах города Бэйдэйхэ, города Цинхуандау, о том, какая красивая там и великая стена, какая красивая природа. Причем он совершенно не сопровожден никаким звуком, не озвучен и нет никаких титров, никаких иероглифов. То есть просто красоты, которые вы и без языка сможете, и без перевода сможете все понять и увидеть сами. Ну а почему, на ваш взгляд, русские туристы выбирают именно вот Бэйдэйхэ и его районы, там, Нандэйхэ, Шанхайгань и другие? Ни чьида вэшэма цыма то эрлосы жэнь сихуан цеги фансян, сихуан цингхуандау Бэйдэйхэ чьи льюйо? Бэйдэйхэ сихуан. Говорит о том, что город Бэйдэйхэ и Тинхондао очень красивый. Замечательная красивая природа, замечательные виды, пейзажи. Надо сказать, что туристов в Китай из России едет очень много по разным направлениям. И город Далянь, и Санья, Пекин, Шанхай. Но в направлении именно города Бэйдэйхэ и Тинхондао больше всего. Но у нас в городе открылось много ресторанов китайской кухни. Вот вы пробовали свою национальную кухню у нас в России? У нас сейчас есть интересное вопрос. Мы сегодня говорим о том, что чужие живут в Европе. Поэтому мы сейчас в Европе открыли много чужих館. Вы бы не ехали такие места? Вы бы не ехали чужие? Уже побывал в каких-то заведениях, попробовал уже китайскую кухню. Он говорит, да, она похожа, близка, но не совсем полностью соответствует вкусам китайцев. Потому что, вероятно, сделана немножко адаптирована для русских посетителей. Мы говорили о кухне. Нравится ли вам китайская кухня здесь у нас? А что насчет русской вы думаете? Вы любите европейские? Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Пой-хи-хи. Пой-хи-хи. Мы слышали, что вы любите европейские краски. Я думаю, что вы большее любите. Как вам нравится? Он говорит о том, что он вообще любит русский борщ, потому что с самого детства его ел и пробовал. На самом деле он родился и все детство провел в городе Манчжуре. Это тот город, который напротив Читы, рядом с Забайкальском, находится. Приграничный город. И он проживал в том самом доме, который был построен именно русский дом, русской страны. Поэтому среди соседей было очень много русских людей. Поэтому я мама делала хунтан, до сегодняшнего дня я буду делать, и я делаю очень вкусно. Он говорит, что мама очень хорошо готовила борщ, научила его. До сегодняшних лет, до этого времени, он великолепно готовит борщ. И, кстати, делает его очень вкусно. Да, хвастается. Ну, давайте вернемся немножко к работе. Вы довольны сотрудничеством с нашими телевизионщиками российскими, благовещенскими? undesidades про saints last-grade страны. Мы уходим за нашими телевизионщиками. В прошлом году специально приглашал несколько сотрудников, это было 8 человек, телекомпании разных городов Дальнего Востока. И в прошлом году они сделали совместный проект. Это документальный фильм был посвящен тоже этому туристическому региону, городу Тинхуандау, Байдайхэ, и назывался «Впечатление от города Байдайхэ». Поэтому работа была очень хорошая, они очень довольны работой. Собственно, для этого он и приехал сюда, чтобы продолжить варианты сотрудничества. А какие планы у вас дальнейшие? Дуэйдди, будэ, дэйгэхэцодэ, йошаматихуа. Так что мы дальше объем... Программа предстоящего сотрудничества на самом деле очень обширная, говорит господин Цин, в разных направлениях, это естественно работа между телекомпаниями сотрудничества, сотрудничество непосредственно журналистическое, то есть журналисты могут приезжать к нам, а наши могут приезжать к вам, могут создаваться совместные различные программы, поэтому программа предстоит очень большая, и они стараются сделать все возможное, чтобы жители Дальнего Востока в России побольше узнали информации о Китае, о Поднебесной, а жители Поднебесной как можно больше узнали интересного из жизни нас, дальневосточников. Ну и напоследок такой финальный вопрос, можете ли вы что-нибудь по-русски сказать? Ну и господин Цин, вы знаете, наверняка, что 9 мая у нас отмечается День Великой Победы над фашизмом, во Второй Мировой войне китайцы и русские воевали плечом к плечу, так что это наша общая, можно сказать, победа, и в знак признательности, и может быть памяти, примите, пожалуйста, от нас вот эту георгиевскую ленточку, символ победы над фашизмом, хорошо? Ну что ж, огромное спасибо господину Цин Хой Бо, напоминаю, что сегодня у нас был в гостях режиссер из телекомпании города Цин Хуан Дао, который был по совместительству как раз и представителем на российско-китайской туристической ярмарке, которая прошла буквально вот вчера и сегодня проходит в городе Благовещенске. Мы благодарим его, желаем всего, я думаю, всех самых наилучших благ в достижении вот этих вот целей. Творческих успехов. И ждем в гости еще раз.